Установившиеся партнерские отношения с Финляндией были и следствием Парижского мирного договора 1947 года, согласно которому Финляндия взяла на себя обязательства по ограничению вооружения, армии, в котором четко были оговорены границы, согласована внутренняя и внешняя политика государства. Этот договор был подписан основными участниками Второй мировой войны, в том числе Финляндии, СССР и Великобритании. Договор ратифицирован в нескольких десятках стран мира. Договор считается бессрочным. По Парижскому мирному договору Финляндия обязалась ликвидировать все организации, которые могли считаться фашистскими и реваншистскими. Например, согласно восьмой статье договора, Финляндия обязуется не допускать существования организаций, преследующих лишения народа его демократических прав. Ну вот эти организации, так сказать, наступающие за возвращение Карелии, из них наиболее крайняя была организация в Тампере. Суур Суоми, Великая Финляндия. Во главе ее стоял такой Сеппо Лехто. Вот он меня засыпал письмами с угрозами. И другие тоже были. Ну, присылали конверты с надписью Дерябину. Тебя постигнет та же самая участь, как Бобрикова. И Канверкул был пробит пули. Вот. Много было таких вещей. Вот. Ну, я их просто пересылал финский мит. В конце концов, это был год тому назад, Лехто, который не унимался, который расширил свою деятельность не только против России, но и такие у него были проявления ксенофобии, расизма. Был все-таки осужден на два года. Сейчас сидит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С организацией Прокарелия наш финский продюсер Бруно созванивался неоднократно. По законам фильмов о шпионах нам меняли время и место встреч. Периодически борцы за новые границы Великой Финляндии уходили со связи. Как оказалось, Прокарелия уютнее себя чувствует в соседней Эстонии. И только для интервью о свободе родины главный идеолог прибыл на пароме в Хельсинки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы хотим, чтобы люди обращались к своим родителям, которые в последние годы не занимались. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Людей, которые поддерживали, влиятельность людей в финской политике, которые их поддерживали, они смогли тоже в какой-то степени изменить общественное мнение Финляндии. Именно в ту сторону то, что возможно, что действительно можно получить обратно какую-то Карелию. Хотя они сами не понимают, что это именно какая Карелия. Потому что есть очень много Карелии. Есть Карельская республика, есть Перещейк, Тверская Карелия, тоже Карелия. Ну, тут очень много Карелий всяких. Что они хотят? Они все Карелии хотят обратно? Обратно? Куда обратно? А может, Россия хочет Финляндию обратно? Ну, как вы знаете, у нас есть Парижский мирный договор 1947 года, который определяет наша граница, общая граница. И думаю, что этот вопрос в таком смысле решен. И думаю, что имя ничего добавит к этому. И у нас и у вас есть разные политические взгляды. У нас или и есть политические партии, но все равно это линия государства. Это ясно. У нас есть этот договор, который определяет границу. У нас естит? Мы не знаем, что мы не знаем, о нем не совсем реванцистине, но мы не знаем, что мы не знаем, но не так, как мы сегодня понимаем. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы хотим, что Вене и Существует любят, любые, любые и любые. Мы имеем еще историю, которая идёт из-за позиции, но в последнее время, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выставлять какие-то претензии к России как государству-продолжателю СССР выглядит несколько странно, потому что само наличие таких организаций, как Прокарелия, если их деятельность выходит за рамки культурно-ностальгически, и их представители пытаются выступать с какими-то политико-историческими претензиями или претензиями финансового характера, то деятельность таких организаций нарушает положение Парижского мирного договора. Эти организации, естественно, противозаконные, потому что они нарушают именно Парижского договора, но если об этом начинается дискуссия, тогда в прессе появится немедленно критика о том, что якобы Парижский договор не в силе. То есть, допустим, наши журналисты думают, что нету такого, как Парижский мирный договор для Финляндии уже, то есть это вообще не существует практически. То есть никто не знает. Существование реваншистских организаций в Великой Финляндии, Прокарелии и им подобным стало возможным с 90-х годов. В это время Финляндия заявляла неоднократно о приостановлении некоторых разделов Парижского договора. Можно, ссылаясь на исторический опыт, предположить, что заявления 90-х были случайными и лишь остались разговорами и проектами. Парижский договор в 90-х годах претерпел изменения. Так ли это? Нет, это была только интерпретация этого договора. Это будет... Ну, это так техническое. Думаю, что это немножко трудно только для меня по-русскому языку объяснять.